Продолжение следует... 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 Чего, наверное, делать было нельзя. Ну и также представим судью этой встречи чемпионка мира Геана Рузаевна. 7-7. Минута до конца второго поединка. Ну что, ровно выглядит, да, если вот так на эти два поединка в минус-команды. Есть ярко выраженные лидеры, есть ребята, которые чуть похуже, наверное, фехтуют. Ну, с командными встречами, конечно, тут очень тяжело рассуждать на эту тему, потому что можно прекрасные два боя провести в встрече. То есть в командной встрече, напомним, каждый человек проводит три боя. То есть три на три, ну, девять боев у нас во встрече. И можно два боя провести прекрасно, один не очень. Это просто связано с тем, что ты встречаешься в рамках одной встречи с тремя разными людьми. Понятное дело, что даже если форма в порядке и все хорошо, где-то может тебе просто не подойти или не пойти. Вот сейчас у нас Просмирный Дмитрий наносит очень интересный укол. Такой они завязались. Да, железную защиту взял, увел клинок соперника в сторону и уколол в один фонарь. И за 15 секунд до конца соперники решают уйти на перерыв. 9-8. Лидерство осталось у первой команды Санкт-Петербурга, но счет был 5-2. Разрыв в три укола, теперь разрыв всего в один укол. Да, Акуличев Илья выглядит немножко расстроенным после этого поединка, хотя, несмотря на это, удалось ему потянуть аж два укола. Ну и в следующей миндорожке появляются Игорь Борисов и Даниил Тик. 6-4. Личный счет был у Акуличева и Просвернина по одной победе у Москвы и Санкт-Петербурга. Сразу так уверенно делает заявку, можно сказать, Тик Даниил. Очень много делает ложных показов на руку и врывается в атаку. В первом не попадаясь, третье ваше действие. Но не было пересечения и стоп, соответственно, на суде не дала. Да, равный счет у нас. Тик, девятый укол наносит. Параллельно с этим поединком, я думаю, вы видите, идут также бои на красных и синих дорожках. Встречаются команды уже за пятые и восьмые места. На красных и тут первая команда Кирова против Новосибирска. А на соседней дорожке Татарстан 2 и Москва 2. Татарстан и Москва афектуют за пятое место, а Новосибирск и Киров за седьмое. Немножко ошибается уже два раза подряд Даниил. Тик, представитель, Москва 3. Попадает в защиту ответ. Мне кажется, что предполагает нанести прямой прострельной атаки, выходит афлеш-атаку, попадает в защиту. Два раза подряд практически. Так что, наверное, нужно получше поработать над выбором дистанции. Ну вот сейчас с дальней дистанции Тик начинает колет, но и получает. Наверное, услышал твои слова насчет дистанции. Нет, тоже сдалека вышел, поэтому... Но зацепил, успел зацепить, поэтому был обоюдный укол. Так? Не услышал. Нужно громче говорить. Мальчики умные, уже взрослые, должны все понимать сами. Конечно, примешиваются эмоции, но... Да, очень легко рассуждать, вот как мы сейчас сидя на комитетаторской позиции, но когда ты надеваешь маску и смотришь через сетчатку вот эту, все вообще по-другому воспринимается. Ну да, мы сейчас с тобой как, ну, так называемые эксперты на диване. Да, диванный эксперты. Диванный эксперты. 14-11, Санкт-Петербург. Увеличивать преимущество, снова он достигает трех уколов, как и после первого поединка. Подбирать дистанцию Игорь Борисов. Останавливает бой. Да, попросил поправить оружие. Не оружие, а как экипировку. Выходит в прямую лишь атаку. Тик Даниил, подсаживается Борисов, обоюдный укол 15-12. Ну, первая сборная Санкт-Петербурга вернула свое преимущество в три укола. Да, 6-4. Обратный счет. И на дорожке появляется Павел Бузинов и Дмитрий Просвернин снова. Просвернин предыдущий бой проиграл, но и Бузинов тоже уступил, поэтому интересно, как сейчас поведут себя без соперника. Понятно, что у Просвернина есть результат, который добыл Игорь Борисов. Но нужно его удержать, либо увеличить. Ну и видим мы, что существенная разница в габаритах есть у соперников. Просвернин гораздо выше своего оппонента. Длиннее руки у него, но в то же время и больше поражаемое пространство. Да, конечно, видно, что Павел Бузинов и третья сборная Москвы не согласны с таким счетом. В любом случае будут отыгрывать, стараться, по крайней мере, отыгрывать, пока не удается. Попадает в защиту, не попадает. Не попадает в атаке, точнее, попадает в защиту и получает укол. Ну, вот такая пробует клинки друг друга, да, обмениваются такими действиями на оружие. Очень много действий, но уколов нет. Ну, то есть укола нет, я имею в виду, со стороны Павла Бузинова. Очень много действий. Машет, обозначает, ложные делает, всякие действия. Вот здесь довел прямо до конца, до укола. Ну, действительно, Бузинову тяжело подобраться к Просвернину. Нужно начинать с дальней дистанции, потому что, если ты чуть-чуть не подрассчитаешь, там, на пару сантиметров выйдешь вперед, уже Просвернин может вытянуть руку и уколоть. Поэтому с дистанции нужно быть очень внимательным москвичом. В принципе, неплохо сейчас подобрал дистанцию Павел Бузинов, но... Успел уколоть его. Тех же габаритов, которые ты уже обсуждал. Удается, удается Просвернину Дмитрию. Вот контратак. Здесь очень близко подходит, ошибается, берет на себя руку. Опять же, очень много действий, укола нет. То есть, с таким длиннорухим соперником нужно идти через оружие. Нужно обрабатывать его клинок, отводить его от себя и в таком случае уже колоть. 5-3 лично, счет, общий счет 20-15. Следующий на дорожке появляется Кирилл Гуров, а его соперник Даниил Тик. Без замен проходит у нас поединение в третьем месте, но все еще может случиться. В полуфиналах были замены. Видел я, что криктовал Артем Саркисян по первой команды Санкт-Петербурга. Но решили придержать его на бой за бронзу. Ах, прям на подготовку. Не успел и двух шагов сделать Даниил Тик. Как уже ему Гуров Кирилл прострелил в коленку. С дальней дистанции попробовал Тик атаковать. Дальше не пошел. 22. Что-то прям совсем у Москвы третий не горит. Вроде все делают хорошо, подбирают дистанцию, подходят, готовят атаку. Но никак не получается. Попробовал Тик обозначить укол. На это движение не повелся Гуров. Снова такая же попытка была со стороны москвича. Ну, Гурову не нужно спешить, он видит, что есть преимущество и сейчас красиво в руку. Очень красивый уколчик. Такой, можно сказать, немножко заснул в подготовке. Тик Даниил прям двигался-двигался, вроде выбирал момент, но при этом даже не успел среагировать, когда Гуров нанес ему в руку. Легким таким уколчиком, жалючем было. 24.15. Разрыв уже 9 уколов. И это очень даже солидно. 10. Очков разрыв между командами. 25.15. 5-0. Уступил Даниил Тик. Не удалось нанести ни одного укола. На дорожке Илья Куличев и Игорь Борисов. Ну да, когда Тик, получается, 5-0 уступил, а в предыдущем поединке 6-4 уступил. Да, два боя проиграл, вполне возможно, могут его поменять. Ну, Илья Куличев лидер сборной Москвы и сейчас попытается, я думаю, сравнять ситуацию. У нас поединки за 5-е, 6-е, 7-е, 8-е места проходят более эмоционально, чем бой за 3-е место. Вообще проходят в тишине, можно так сказать. Ребята не кричат, эмоции свои не показывают практически. Да, бывают редкие всплески, но то, что происходит на красной дорожке, на синей, да, более как-то экспрессивно, что ли. Ну, а может быть, просто ближе к нашей комментаторской позиции находится эта дорожка, и поэтому мы так воспринимаем. Удается капитану, наконец-то, Акуличеву нанести укол. Дождался, вызвал в атаку. В ближнем бою тоже оказывается проворнее, быстрее. «Москвич» 17-25. Еще один укол наносит. Ну, действительно, как капитан, как лидер, свое звание оправдывает. Но и не спешит. Самое главное, подбирает момент, дистанцию. Да, можно сказать, что прям капитан вышел спасать команду. Пока удается. Ай, нет, сглазили немножко. Подбирает дистанцию Акуличев. И на вход встречает его. Показывает, что укол был в гарду. Проверяет. Да, действительно горит. Горит гарда. Возможно, проблема в шпаге. Может быть, даже шнур. Или уже подводящий. То есть, проблема может быть где угодно. Я думаю, что сейчас проверяют шнур. Будут выявлять причину. Естественно, этот укол не будет засчитан. Потому что, в принципе, я сразу показала, что в него не было. Так что сейчас буду как-то менять. Да, и сейчас объявил Яну Розавину, что укол не считается. Но с другой стороны, он, по-моему, не просил попытки проверить гарду. Сделал это самостоятельно. И были все основания. Нет. Нет, с гарды нет. Здесь немножко другие правила. То есть, если мы говорим о том, что не работает шпага, ты подходишь к суде, проверяет, действительно не работает. А здесь укол был внесен просто не в поражаемую поверхность. То есть, в оборудовании. Это, в принципе, такого быть не должно. Поэтому здесь ты спокойно проверяешь сам с соперником. Куличев зажимает оппонента уже на крайней черте. И тот срывается с нее и получает 19-й укол. Хорошо, ногами раздергал. Ну и снова, вот последняя минута скоро стартанет в этом поединке. И Илья понимает, что нужно идти уже вперед. Нужно оказаться в одном десятке. Больше рисковать, да. И 20-26 сокращает разрыв. Аж на четыре укола удается сократить разрыв. В принципе, так же себя и ведет. Провоцирует соперника. Но всегда готов выскочить. Что мы видим по его действиям. Да, очень активен стал. И на эту активность, на движение вперед, подловил Борисов. 27-20 сделал счет. Да, Игорь немного зажимался. Так, отходил назад. Не реагировал. На провокации. И решил провести атаку. Дергает соперника. 30 секунд. Осталось у него. Им нужно отыгрывать 8 уколов. Ох, как бы не вернуть уже. Я вижу, что тренеры показывают, что пора уходить. Да, и... Раньше завершает поединок. Хотя бы два уколщика отыграл. Уже хорошо. Может быть, стал попробовать и раньше уйти. Но, с другой стороны, это было как-то не по-спортивному. Очень тяжело остановиться, ты же сам понимаешь. Всегда же кажется, что ты нанесешь еще. Ну и начинается последний решающий круг. Не стали проводить замену москвичи Даниил Тик по-прежнему на дорожке. А его соперник Дмитрий Просвирнин. Этот бой может идти до 35 уколов. То есть, вполне возможно завершиться по времени. Просвирнин дергает соперника. Колоть не стал. Потому что убежал Тик. С действием наружу Даниил Тик колет. Хорошо, да. Подобрался к нему и очень уверенно атаку провел в ближнем бою. Не первым действием, но тем не менее наносит. Два укола уже удается отыграть. Так. С переводом. С переводом у нас наносит Просвирнин Дмитрий. Якобы говоря, Тику, что не надо так уверенно на меня идти. С дальней дистанции Просвирнин начал. Да, опасно было для одного и другого. Фонарь не зажгли. Сейчас в дальней дистанции Тик в защиту влетел. Но ремизом каким-то чудом 23 укол нанес. Да, вообще да. Сейчас, конечно, большинство уколов можно так назвать каким-то чудом. Потому что это не... На таком приеме, конечно, все уколы не нанести. Но руку, я смотрю, он не дает Просвирнин. Вот здесь выходит. Промахивается. Тик, попробовал с дальней дистанции уколоть. Не уколо... А вот тут как. На вход-то подловил. Да, красиво. Прямо на вход под руку оставил. Практически незаметно. Можно сказать, что Просвирнин не сразу понял, что произошло. Здесь обоюдный показывает команде Тик, что ничего страшного. Сейчас я исправлюсь, понял, в чем была ошибка. 25-30 становится счет. 5 уколов разрыв. И еще 5 уколов до конца боя. Минута 26. Да, умудряется выскочить Даниил. Из дистанции не получив. И снова в руку. Там уже живого места, наверное, не осталось на предплечье. Просвирнина. Четвертый укол подряд, если не ошибаюсь, именно туда наносит. Даниил Тик. С дальней снова не уколол. Ай. Слишком близко оказался. Уже не хватило просто даже руки для того, чтобы выхватить защиту. Немножко ошибся в ногах. Но ничего. Зато он здесь очень хорошо отработал Просвирнин Дмитрий. Здесь ты... Ой-ой-ой. Сейчас-то... Попытался вывернуться. Да. Мы слышим команду тренера, что нужно пофехтовать от соперника на его вход. Да, на самом деле слова очень оправданные. Показывает Просвирнин Дмитрий, что... Ну, конечно, не будет Тик завершать поединок раньше, потому что знает и понимает, как нужно фехтовать. С Просвирнинным находит бреша в обороне, колет. Находит его охелесовый петух. Под рукой. И второй укол какой-то красивый. Мы видим, что Дмитрий взял на себя руку. Я имею в виду поближе к себе, чтобы не получить еще один такой укол. И обоюдный. После него они расходятся 22 секунды до конца. 28-32. И на дорожке появляется Игорь Борисов у сборной Санкт-Петербурга, а его соперник Павел Бузинов. Ну и предыдущий бой у нас закончился со счетом 8-4 в личном счете. Да, в два раза превзошел Даниил Тик. Абсолютно верно сделали наставники, что даже после счета 5-0, после поражения, не стали менять Тика. И тот реабилитировался. Да, отработал. Но все равно, разрыв, четыре укола нужно догонять. И наступает очередь уже за Бузиновым. Очень надо сейчас аккуратно работать, если Москва собирается догонять. Без лишних действий, без глупостей, как говорится. Время есть по уколчику отыгрывать. Ну а Петербург может сказать, что худо-бедно, но удается держать преимущество. Где-то они чуть отпускают, где-то опять нагоняют, но пока так в преимуществе и держатся. Ну да, уверенно лидируют практически с первого поединка, только во втором. Хотя нет, даже во втором тоже они оставались лидерами. 9-8, в один укол. Но под конец москвичи вот, не знаю, расфлифтовались, нашли дыхание, как угодно. Там можно говорить и разрыв. Всего три укола. Узинов подбирает дистанцию. И колет. 30-32. Вот это уже интересно. Разрыв всего два укола. В одном десятке, как мы любим говорить. Да, бой идет до 40-го укола, то есть времени еще много. И есть задел на дубли, чтобы сравнять. 31-32. Да, не попадает, между прочим, в атаке в первом действии Павел Бузинов. И в затяжном таком выпаде достает до соперника. Почему не удалось Борисову уколоть Игорю, не знаю. Мне кажется, немножко зажался сейчас, получив три укола подряд. Но вот здесь вернул своей атакой, уверенный подошел и нанес с выпадом. Да, Бузинов 5-2. Проиграл первый поединок, второй проиграл 5-3. Сейчас два укола пропустил, но уже и отработал три. Да, но немного отдал сейчас инициативу Павел Бузинов. В начале поединка как раз она была на его стороне. Вот эти три укола, два точнее, сейчас получил как раз из-за того, что начал отступать. Нужно отдергивать. Нет, предыдущий он все-таки нанес. Я согласна, я про предыдущий, который... Где он немножко отпустил. Борисов. Идет вперед. Ну, все хорошо, я надеюсь. Было видно, что подскользнулся. Подскользнулся, да. Подвернул голеностоп и решил попросить доктора. Так он внезапно упас. Бориса. Я даже не поняла. Да, в связи с чем у нас... Ну, голеностоп очень легко, конечно, потерять. Ну, чаще всего это, конечно, происходит на подиуме. Здесь он с него не слетел, но, тем не менее, обычно во флеш-атаке шпажисты, слетая с пьедестала, могут оступиться и, конечно, приземлиться не очень удачно. Но здесь, я так понимаю, у нас была совсем другая ситуация. Даже нет, задняя нога поехала, вот если посмотреть на повторе, отмотать на пару секунд назад. Он, в принципе, если вы посмотрите как раз с вашего ракурса, это еще виднее, что фехтует с коленом вовнутрь, я имею в виду за настоящую ногу. Ну, как раз-таки здесь как-то он так глубоко очень вышел, и левая нога прям легла практически коленом. Да, он сделал скачок, передняя ступня уехала вперед, и задняя провалилась вниз. Ну, я так понимаю, что врачи помогли заморозкой. Больше сейчас, на данный момент, в бою ничем нельзя помочь. Осталось, я так понимаю, что уже недолго. Нужно этот бой отстоять, а дальше можно уже будет лечиться. Но я так понимаю, что продолжать будет. Да, конечно, будет интересно, что сел там же, сел на помост, там же, где и упал. Хотя можно было попробовать все-таки поближе к своей скамейке как-то передвинуться, чтобы получить советов. Потому что бой не очень-то складывается. Для Бузюнова, ой, для Борисова, простите. Для Бузюнова-то как раз-таки пока все отлично. Ну, значит, действительно болела нога, раз не подумала о том, что нужно еще отойти к себе, в свой сектор. Сел там, где все произошло. И очень интенсивно начинают сразу. С места в голову. Так, размашисто. С дальней дистанции вышел Бузюнов, половил его Борисов. Сделал счет 35-32, и у нас минута осталась до конца этого поединка. В решающем встретится Кирилл Гуров, Илья Клющев. Не очень хорошо повлиял, возможно, перерыв на Павла Бузюнова. Пока получает два укола. Да, ну а вот Борис, видимо, за то время что-то... А вдумал, поменял. А сейчас пропустил. Довольно простой уколчик в руку. Такой прям напряженный розыгрыш, но, по-моему, ребята... Да, расходится. Да, за 30 секунд до конца, и при счете 33-36, соперники уходят с помоста. И самый решающий бой, в котором уже и определится команда бронзовый призер. Кирилл Гуров, Илья Куличев на дорожке. Но предыдущий бой все-таки удалось выйти Павлу Бузюнову вперед на один укол. Бой закончился с отсчетом 5-4 в личном зачете. Ну что, последний бой. Он трудный самый. Сейчас посмотрим, как справиться с этой ответственностью ребята. Илья Куличев идет сейчас 12-м во всероссийском рейтинге. Он 2002-го года, то есть еще будет фехтовать и на следующий год среди кадетов. Кирилл Гуров тоже 2002-го и будет здесь фехтовать. Так что это бой, ну как, на перспективу, можно сказать, возможно, оба этих парня претенденты на команду кадетскую на следующий год. Отразили он на претенденты, раз они в своих командах ставят, будучи младше, чем сам кадетский год. Сейчас напоминаем, что 2001-й год рождения. И они оба стоят на последних боях. С дальней дистанции Гуров начинал. Куличев встретил. Дубль по одному уколу присуждается командам. Ну, Куличев, конечно, в своей манере. Опять же, впрыгивает близко в дистанцию, сразу выскакивает. Так, вход, продолжение. Ай, здесь никак не получается нанести никому из дерева. О, тяжелейший укол вытянул. Такой русский дружок. Параллельно с этим поединком сейчас на красной дорожке завершился бой между командами Новосибирска и 1-го Кирова. Седьмое место ушло в Новосибирск. Но на синий Татарстан. Москва 2-37. 33 лидирует команда из Татарстана. И там тоже уже, я так понимаю, последний бой сейчас будет. Очень-очень издалека попал в защиту. Но почему Кирилл не успел дать... 36-37! Мы слышим, как команда поддерживает москвича. Да, уверенно. Уверенно сокращает разрыв. И я бы даже сказала, что очень серьезно подходит к розыгрышу каждого укола. То есть, как бы не казалось, что впрыгивает и делает какие-то рискованные действия. Я думаю, что здесь все продумано. Защита ответа. Ферн 10 не подает. А Куличев ближний бой из-за спины. С какого? Пятого? Десятого? Да, но рефери у нас укол не дает. Ну, там пересечение линий было, действительно. Пересечение друг друга. Если бы была защита, то было бы право на ответ. Там столько защит было в этом уколе. Ничего, да. Но потом уже просто пошли попытки уколов. Попадает в защиту, как Куличев Угуров. И у нас равный счет. 37-37! Так, там уже не только тренеры и спортсмены из команды Москвы. Но я так понимаю, что и остальные команды Москвы пытались поболеть. Там команда... Стоят все. Первая команда Москвы и вторая команда Москвы, которая, кстати, уступила второй сборной. Нет, там стоит первая команда. Ой, вторая уступила первой команде Санкт-Петербурга. И снова в ближнем бою более проворным оказывается Санкт-Петербуржец. Санкт-Петербург. Вернее, все запутался. Все запутался. Так. Акуличев, москвич. Ну что, уйдет в оборону? Нет. Здесь уже не приходится выбирать. Санкт-Петербург был в позиции догоняющего. И Кирилл был вынужден идти в атаку. Времени осталось немного. Счет у нас равный. И это очень интересно. Но к Санкт-Петербургу, кстати, потянулись девушки. Тоже поддерживают свою команду. С дальней дистанции в защиту попадает Гуров. И 39-38 не усвоил, вот, видимо, ошибок полуфинальных Гуров. Сейчас снова, заново, зачем-то издалека атакует. Бежит прямую руку, отставляет. И там, ну, Акуличев. Все видит, читает. Сложная была. 40-38! Мы прям видим повторение при будущей встрече практически. Но есть еще время. Есть 21 секунда. Очень красивый укол наносит. Завелся, поймал кураж. Сразу видно уже. 41-38. Просит поправить оружие Илья. Так. Ну, пока не получается. У Кирилла пробует. И в атаку выходит уже в разные сектора. Но не удается. Впадает в защиту. Да, напомню, что бой начался со счета 36-33 в пользу команды Санкт-Петербурга. Соответственно, два укола нанес только Гуров. И уже... Уже три нанес. Так. Несколько секунд было подумать для Кирилла. Может быть, что-то для себя придумал. Два укола. 15 секунд. 42-39. И 11 секунд. Ну, такой разрыв отыграть крайне сложно. Сейчас только бежать вперед, пытаться что-то сделать. Нет. Ну, этот укол, конечно, защитам не будет. Яна Розайна показывает, что дала уже стоп. Успокаивает парней. Конечно, они все здесь эмоции зашкаливают. Все подпрыгивают, кричат. 7 секунд до конца. Гуров бежит. Наносит. За секунду наносит укол. 42-40. Два укола. 6 секунд. Гуров бежит и попытался поймать оружие. Нет. Решает просто больше не ходить назад Акуличев Илья. А сорваться с места. Прямо с линии. И выйти в атаку. Чего, наверное, Гуров не ждал. Есть очень часто. Хороший это прием для такого, скажем, перелома. Два фонаря и один укол остается нанести москвичам, чтобы победить. Три укола нужно догонять и... И уже не догнать. 45-41. Сборная Москвы вырывает эту победу, просто-напросто проигрывая всю встречу. И только в последнем третьем круге. Перевернув игру. Да, ощущение... Даже в последнем бою. Просто вы видели на ваших экранах, как радовались ребята. Ощущение, что это было золото, а не олимпийских игр. Нет, конечно, это радость большая. Проигрывая всю встречу, сохраняется настрой. И... Давай до последнего все равно отыгрывать и верить, что получится. Получилось. Ну что, поздравляем сборную команду Москвы-3. В составе Даниил Тик, Илья Куличев, Павел Бузинов, Егор Самохвалов. Ну и... Также команду Санкт-Петербурга. Поздравляем...